Предлагаю уже сделать это новой рубрикой на канале, сезонной рубрикой. Когда мы узнаем, что еще один экзот или легендарное оружие переносится из Destiny 1 в Destiny 2, а вернее не из Destiny 1, а как сейчас нужно говорить, из хранилища, я буду стряхивать пыль с PlayStation, запускать первую часть и рассказывать, знакомить новых игроков с этим экзотом до его релиза сиквеля. Я так делал с Last Word, я так делал с Торном, так что логично будет продолжить рассказ об этой святой троице револьверов с рассказом о Хакмун. Хокмун, Хавкмун, Соколиная Луна, Соколуна, как он будет называться, угадывайте в комментариях. Появится в Destiny 2 он в следующем сезоне, после релиза дополнения за гранью света. Пока что мы не знаем когда именно, будет это с началом сезона, будет это под Новый Год или еще как, не знаем с чем или с кем будет связан квест на экзот. Я думаю, что когда разработчики опубликуют календарь сезона, там мы и узнаем точную дату. Конечно, если этот квест не станет секретным, квестом или миссией, которая так любит сообщество. Если вы пропустили инфу с анонсом этого револьвера для второй части, напомню, что о том, что экзот вновь появится в арсенале нашего стража, рассказал сам геймдиректор Люк Смит на онлайн конференции GuardianCon. Люк сказал, что они постараются сохранить идентичность револьвера и все те свойства, за которые его обожают тысячи игроков. Однако, небольшая работа над ребалансом револьвера все же проведется. И вот это очень интересный момент, который мы сегодня проговорим отдельно. Но прежде чем мы начнем, небольшое сообщение от спонсора этого видео. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты и легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились печать 2020, испытания Осириса и многое другое. Новинок много, цены снизились, самое время доделать все, что хотел, успеть до нового аддона. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду TripleWeb действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Но сначала давайте я познакомлю вас с теми перками и характеристиками, которыми был наделен Half Moon в свои лучшие годы. Во-первых, скорострельность этого револьвера... Эээ... Нужно измерять линейкой, судя по всему. 150, я загуглил. 150 выстрелов в минуту. Это как у Торна или у Саншота. Пожалуй, самый востребованный из архетипов для ПВП. Хотя и без того, Хокмун создавался именно как орудие убийства других стражей. Максимально быстрого убийства. Вы посмотрите, сколько в этой пушке импакта, то есть урона. Больше будет только у Клятвы Ирианы, но их сравнение максимально некорректно, хотя бы потому, что Ириана стреляет зеленкой вместо пуль. Но все же, столь особенным револьвер сделали его перки. Описание первого, Lock in the Chamber, гласит. Одна случайная пуля из вашего магазина получит бонус к урону. 13 патронов вмещается в барабан этого монстра. Так что кому-то может показаться, что одной пули маловато для экзотической особенности. И все именно так. Этот перк обычный. Он встречался и на других пушках в Destiny 1. Но у Хокмуна есть еще один перк. Holding Aces. Который добавляет в барабан еще два патрона с таким же увеличенным уроном. И вот это уже и есть вишенка на этом торте. Из 13 выстрелов, 3 способны были убить противника за 1 выстрел в голову. Да-да, все так. В первом году револьвер был настолько мощным, что ваншотал в голову. И именно за это его так любили. При срабатывании перка вы слышали характерный звонкий звук. И вот тут я сейчас пущу чужой геймплей, который смог найти на ютюбе. Геймплей из первого года. А то своего у меня не осталось. Кто ж знал, что в 2020 году я буду делать видосик про револьвер из 2014. По правде говоря, первый год в Дустане был в принципе мощным для экзотических револьверов. Торн благодаря яду убивал за 2 выстрела, Ластворд за 3. А Хафмун еще и был не у каждого Стража, поскольку весь первый год он был эксклюзивным для одной платформы. PlayStation. Но к тому времени, как он добрался к Стражам на Xbox, его понерфили. Как и другие револьверы. Хорошим револьвером он быть не перестал, однако им бой уже не был. Вот и вышло так, что в первом году Хафмун вселял ужас во всех игроков PvP, которым не посчастливилось выбить его из наград. А во втором и третьем году его занерфали и лишили былой мощи. И вот тут мы перейдем к моим мыслям о том, каким этот экзот придет в Destiny 2. Я попробовал побегать с Хафмуном в Destiny 1 перед записью этого видео. Это вот эти невнятные вставки на фоне. Получилось, мягко говоря, не очень. Во-первых, отдача у револьвера какая-то просто конская. От каждого выстрела Хокмун задирает так, будто я стреляю из ракетной установки класса Земля-Странник. Контрить такую отдачу, особенно после года игры на ПК, просто невероятно сложный челлендж. Во-вторых, для нормального времени убийства нужно стрелять все же исключительно в голову противника. Но из-за вышеназванной причины это оказалось практически невыполнимой задачей. Да и АИМ, оказывается, у меня в Destiny 1 стал похуже. ОНБЕЛЕЕВАБУЛЬ! Я никогда не видел ничего подобного! Что это было? Если Хокмун придет в сиквел с такими же характеристиками отдачи, то нормально им пользоваться смогут только фанаты клятвы Эрианы, которые придрочились к такой отдаче, и если они возьмут Соколиную Луну в руки, то, скорее всего, смогут развалить в PvP раз на раз кого угодно. Другие же, 98% игроков, охренеют от полетов дула револьвера в космос и пойдут писать гневные комментарии на реддите. Ну а всякие там ютуберы будут ныть в своих видосах про неиграбельную отдачу. Но куда большей же проблемой может оказаться завышенное ожидание от пушки. Хокмун был мощнейшим оружием в игре. Этот экзот наравне с Голохорном, Вексом и Эйсбрейкером украшал собой пантеон экзотических оружий в Destiny. О моменте, когда он выпадет, мечтали. Потому что именно с его появлением в вашем арсенале вы превращались из нубаса, который ползает вдоль карты в PvP, в бога, который одним выстрелом решал судьбу других игроков. Да даже после первой волны нерфа, двумя выстрелами. Все равно страшно. Но насколько реальным может быть то, что вернувшийся в Destiny 2 Хокмун будет столь же мощным? Особенно учитывая комментарии Люка Смита о том, что какие-то изменения все же коснутся револьвера, для того, чтобы его отбалансить. Я на 136% уверен, что ваншота не будет. И на 100% уверен, что даблшота тоже не будет. Но револьвер, убивающий за 3 выстрела в кинетическом слоте... Ммм... такое. Я очень не хочу, чтобы экзоты, которые мы любили, появлялись сейчас в сиквеле для галочки. Вроде как бы, вот вам ваш Хокмун, любите его. Но он теперь пластиковый и стреляет присосками. По той же причине я боюсь того дня, когда в игре появится Галахорн и Векс. Это сильнейшее оружие. И именно оно заставляло многих ходить, закрывать рейды и налеты вновь и вновь. Все знали, что выбив один из этих экзотов, вы сделаете своего героя действительно несравненно сильнее. Но как часто в Destiny 2 появлялись такие экзоты, которые падали редко, случайно и за которыми мы хотели охотиться? Большинство экзотиков сейчас добываются для коллекции. А те, что начинают хоть сколько-то эффективно работать, очень быстро нерфуются по просьбам игроков. Вспомнить ту же тысячу голосов. Рейдовый экзот, желанный. Но занерфан. Так что я был бы рад, если бы Хокмун вернулся в игру и наделал тут шума. Это я так занижаю свои ожидания. Но боюсь, что все равно вдруг выйдет наоборот. Вот геймплей, что я записывал для этого ролика с Хокмуном третьего года. Геймплей, мягко говоря, не динамичный. Пока не очень понимаю, все же, как тут работает реага урона по противникам. По ощущениям, вообще другая игра, конечно. Стреляешь в ноги, попадаешь в голову, стреляешь в голову, промахиваешься и... Обтекаешь. О, перк сработал. Жаль, что второй выстрел был в игру, а не в противника. Булзай! Булзай медаль дали мне. После того, как я дважды не попал по чуваку в упор. Игра мне точно льстит. Хотя уж... Чего-чего. От меня комплиментов к первой части уж точно получить. Проще простого. Понял, пацаны, ультуем тут, да? Ну, давайте тоже ультану. Эх, я забыл, что подтягиваний-то тут нет. Ну, вот может от бедра бы тут что-то получалось пострелять. Не понимаю, не могу привыкнуть. Вернее, перестроиться. Короче, краткая характеристика на нашего новоприбывающего ГОГО. Мощный, неуправляемый и красивый. Прямо какого-то футболиста из старших классов описал, как будто бы. Посмотрим, в каком видео он заедет к нам во вторую часть. Разберем квест, разберем сам экзот. Осталось-то чуть больше месяца. Нажми колокольчик, подписаньку и лайк, чтобы не пропустить. А я пока прощаюсь. Спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok